В Республике Корея объявлен национальный траур до 5 ноября в связи с трагедией, произошедшей в субботу 29 октября в Сеуле во время празднования Хэллоуина. Об этом пишет Лен Тару. Уточняется, что количество погибших составил 151 человек, пострадавших более 130. Напомним, смертельная давка произошла во время празднования Хэллоуина в районе Итавон, столице Республики Корея. Она началась в узком переулке недалеко от отеля «Хэмилтон». Полиция установила личности большинства погибших. Президентом Бразилии по результатам второго тура выборов стал 77-летний Луис Энасио Лула да Силва. Об этом сообщают бразильские СМИ. Завершающий этап президентских выборов состоялся в воскресенье 30 октября. Новоизбранный глава государства представлял левую партию трудящихся. Он набрал более 50% голосов. Его соперник, действующий глава государства Жеир Болсонару, получил поддержку более 49% избирателей. В первом туре, состоявшемся 2 октября, Лула да Силва опередил Жеира Болсонару с менее существенным отрывом. В Бразилии, самой крупной стране Латинской Америки, избирательным правом обладает более 156 миллионов человек. В выборах приняло участие порядка 118 миллионов граждан. В физкультурно-озоровительном комплексе жил массива Арча-Вещик состоялось торжественное открытие школьной лиги 2022-2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы. На торжественное открытие приглашены юные спортсмены-призеры районных и городских соревнований из числа воспитанников средних общеобразовательных школ Свердловского, Первомайского, Октябрьского и Ленинского районов города. Открытие сопровождалось концертной программой «Звезд каргысской эстрады» и показательной игрой юных футболистов. Отмечено, что в рамках школьной лиги соревнования проводятся по 11 видам спорта, где принимают участие более 100 частных общеобразовательных школ и гимназий города Бишкек с общим охватом около 15 тысяч школьников. Спектакль «Материнское поле» Кыргызского национального академического драматического театра имени Абдумамунова выиграл гран-при Международного театрального фестиваля «Театр Ол». Как сообщает Минкультура, мероприятие проходило вне кыргызской культуры в столице Казахстана в городе Астана. Режиссером спектакля выступил заслуженный артист Марат Козукеев. «Цель моего творчества, а следовательной моей жизни – способствовать каждому полюбить кыргызский народ и Кыргызстан так, как я сам люблю этот народ и его солнечную страну». Вот так бережно, с любовью, народный художник СССР Семен Афанасьевич Чуйков высказывался о своей родине – Кыргызстане. В честь празднования 120-летнего юбилея выдающегося живописца в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева состоялась конференция. В мероприятии приняли участие известные писатели, художники, деятели культуры и искусства. «Отмечается большой юбилей 120 лет Семену Афанасьевичу Чуйкову, народному художнику СССР, действительному члену Академии художеств СССР, лауреату государственной премии, лауреату киргизской премии имени Таптагула Саталганова, лауреата индийской премии Джавархала Лунеру. И мы подготовили ОДМ и Мемориальный дом Музея Чуйкова, подготовили большие мероприятия к этому событию. Это открытие фотовыставки, которая называется «Жить, чтобы творить». Открыто она в Национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Сейчас проходит конференция к приуроченных к 20-летию со дня рождения Семена Афанасьевича Чуйкова, где выступают художники, которые знают, помнят о нём и, естественно, рассказывают очень интересные вещи. Одной из его легендарных картин является «Дочь советской Киргизии». Изображённая на нём сельская девушка с книгами в руке и в красной повязанной на голове косынке символизирует свободу и уверенность всех советских людей Киргизстана. Полотно получило огромную популярность во всём Советском Союзе. Сразу после создания картина была передана в Третьяковскую галерею, где и хранится по сей день. Через два года специально для Национального музея искусств имени Гапара Айтиева художник написал копию, почти не отличающуюся от оригинала. Как он сам вспоминал, он всю жизнь писал наших тружеников, и Кыргызские долины, и Кыргызские горы. Только один портрет он написал русского человека, и то оказалось, это его свой портрет. И Семён во главе становления кыргызского искусства стоял Семён Афанасьевич Чуйков. Он организовал Союз художников Кыргызстана, он организовал художественное училище имени, сейчас носит имени Чуйкова. Вот таким великим человеком и художником был наш любимый Семён Афанасьевич Чуйков. С именем Чуйкова связаны зарождение, развитие и наивысшие достижения изобразительного искусства советского Кыргызстана. Выдающиеся творческие достижения Чуйкова принесли ему признание не только в нашей стране, но и за рубежом. Ради нашего земляка Бишкекчайна мы сегодня встретились для того, чтобы почнить его память, во-первых, и заслугу перед нашим искусством, перед нашим современной Кыргызской республикой. Почему? Потому что в 30-е годы, в те самые сложные моменты, Семён Афанасьевич Чуйков, благодаря помощи его соплеменников, его жены, рядом которой находятся соратники, Евгении Алексеевны Малийной, они образовали первый Союз художников Кыргызстана, образовались здесь в Кыргызстане. Он как раз является родным начальником. Помимо этого, благодаря его инициативе он поехал потом в Москву, он привез в Третьяковскую галерею, принес около 72 различных работ. Того же Верещагина, того же Сурика Айвазовского принес, благодаря которым здесь была образована, галерея была образована, на основании которой сегодня мы имеем национальный музей, изобретательный музей в Кыргызстане. Этот фонд был как раз-таки заложен именно Семён Афанасьевич Чуйков. Последние годы жизни Семён Афанасьевич провёл в России. Чуйков прожил 80 лет. Умер в Москве 18 мая 1980 года. Похоронен на Кунцевском кладбище. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова